Глава автономии подверг сомнению ранее заявленной со стороны Народного Собрания предложение о желании тесно работать с исполкомом Гагаузии. В частности, он выразил мнение, что кроме слов нет никаких конкретных действий, и принятие депутатами Народного Собрания Гагаузии регламента в нынешней редакции тому подтверждение. Я вижу принятие регламента, который серьезным образом подрывает устои автономии и усматривая в этом определенный заказ политических сил, желающих серьезного ослабления института власти автономии. Это зачем нужен Башкан? Тогда уже по этому регламенту с Кишинева партийные олигархи скажут, что надо делать в Гагаузии через Народное Собрание, через политических тушек купленных. И зачем тогда институты власти в автономии? Это первый шаг к ликвидации автономии. Это политический консенсус. Мне такой политический консенсус не нужен. Такое сотрудничество мне не надо. Гагаузскому народу такое сотрудничество не надо. Добровольная сдача Гагаузии кишиневским олигархам. Посмотрите на этот регламент. Там ни слова не сказано, как отозвать депутата Народного Собрания Гагаузии со своей должности. Ни одного слова не сказано. Там сказано, как Башкана, членов исполкома не утверждает, что там делать Башкану и объявить себя еще и высшим законодательным органом. У нас одно высшее должностное лицо. Башкан. Сегодня Фармузал, завтра другое, послезавтра третий. Но одно высшее должностное лицо. Это высший законодательный орган. Много, очень много допущено там нарушений действующего законодательства. Поэтому я принял решение. Все эти дни я тщательно изучал. И в субботу целый день был на работе. И в воскресенье я тщательно изучил этот регламент и принял решение. Я его не промульгирую, верну его обратно на доработку. Пожалуйста, пусть преодолевают ответы Башкана. Но желательно, чтобы они поименно голосовали, чтобы гагаузский народ знал своих героев. Он также добавил, что удивлен количеством противоречий в нынешнем регламенте, принятом депутатами Народного собрания Гагаузии, по отношению к действующему законодательству, учитывая немалое число юристов среди народных избранников. Продолжение следует...